С вами снова Паша Пес. Сегодня я расскажу вам про тренировку груди. Ребят, есть ли у вас плата, есть ли у вас застой, или просто есть ли у вас не растет грудь, грудные мышцы, то просто сдавайте абонемент. Нет, я шучу, не надо сдавать абонемент. Есть один момент, который можно изменить, который надо изменить. И чтобы узнать об этом, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и поехали. Что вам нужно сделать? Это сменить прежде всего снаряд. Гриф на гантел. Гантел. Ну, гантель по-русски. Что нам это дает? Мельком расскажу несколько таких деталей. Очень главное. Первое – это амплитуда. Только амплитуда с гантелями может дать полный спектр ощущений. Гриф есть специальный, да, изогнутый, но такие грифы есть далеко не в каждом зале, поэтому искать его – это, ну, вариант не самый лучший. Это у нас безопасность работы плечей. Плечевой сустав у нас самый гибкий, поэтому с гантелями, вернее, только с гантелями, можно эффективно поработать, чтобы они не так сильно напрягались. Подобрать под себя именно оптимальный угол, при котором нагрузка на плечи будет минимальной, либо вообще сведется на нет. Мышцы-стабилизаторы. Представьте такой момент, что ваша гантель – это как смартфон на электронном стабилизаторе, который вы используете для съемок видео или фото. Вот то же самое, только вместо двигателей в этом стабилизаторе используются ваши мышцы. И вы наверняка наблюдали, что, взяв руки гантеля, они начинают ходить левое, правое, непонятно какие углы, вот как раз вот в этом и кроются эти мышцы-стабилизаторы. Они, как правило, глубинные. Что касается техники, здесь тоже несколько таких важных моментов. Диапазон движения. Диапазон движения, что я имею в виду, это ширина, wide. Вы можете езжать как широко, так средне и узко. На видео все это конкретно я показываю. Следующий момент. Углы наклона. С углами наклона здесь тоже все очень хорошо. Вы можете начинать как от нулевого, то бишь это горизонтальная скамья. И пошли вверх 15, 30, 45, 60 градусов. Неважно. Здесь, в принципе, как скамейка позволяет вам установить угол наклона, так можно и качать. И тупой угол. Обратный наклон на сжимы гантелями. Не очень удобно, но я вообще в зале вижу, что редко их делают. Еще со штангой, с грифом, да, можно видеть. Но чтобы с гантелями, это, блин. Ну, в нашем зале, по-моему, делают только я один, и мой напарник иногда. Далее. Сокращение мышц. Сокращение мышц с гантелями, это, безусловно, самый лучший вариант. Особенно в третьей фазе, верхняя точка, когда вы с нажимом сводите гантели вместе и напрягаете, дополнительно сокращаете ваши мышцы груди. На этом все, ребят. Надеюсь, вам эти мои советы очень помогут, потому что я считаю, что это просто самый лучший вариант. По поводу штанги мы поговорим позже. Все, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спортивного здоровья и увидимся в новом видео. Пока!